Пятница 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 нашей галактики вдруг на короткий период времени усилился, а потом ослаб, говорится в статье. Открытие может повлиять на современные представления о темной материи. Побит рекорд по фридайвингу без дополнительного снаряжения. Австралийка Эмбер Бург спустилась на глубину в 70 метров на одном дыхании, не используя трос для погружения, пишет газета Guardian. В юности Эмбер Бург была чемпионкой по синхронному плаванию, поэтому уже знала, что может задерживать дыхание на несколько минут за раз. Однако о фридайвинге женщина узнала лишь 10 лет назад, когда путешествовала по Египту. «Я задержала дыхание на 4 минуты и нырнула на 18 метров, и обе эти вещи стали для меня полной неожиданностью. Я не предполагала, что способна на такое», говорит Бург, действующая чемпионка Австралии по фридайвингу среди женщин. Доктор Энтони Бэйн из Уинсорского университета в Канаде изучает физиологию экстремальной задержки дыхания. Эксперименты с профессиональными фридайверами показали, что у многих из них объем легких больше, чем у среднего человека. Кроме того, исследования физиологии так называемых ныряющих народов, например, Баджа в Юго-Восточной Азии, продемонстрировали большие размеры селезенки, что позволяет дольше задерживать дыхание за счет сокращения селезенки и высвобождения связанных с кислородом эритроцитов. Однако в первую очередь способность долго находиться под водой является приобретаемым навыком. По словам физиологов, исследования показывают, что фридайверы совершенствуют нырятельный рефлекс млекопитающих. Когда морда млекопитающего соприкасается с водой, нырятельный рефлекс вызывает ряд изменений в организме, способствующих выживанию. Например, замедляются сердцебиение и обмен веществ. Кровь перенаправляется к жизненно важным органам, в том числе и к легким, чтобы защитить их от давления, говорится в статье. До середины прошлого века считалось, что нырятельный рефлекс млекопитающих не возникает у человека, но с развитием фридайвинга эта теория была отвергнута.